Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Динары Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. На станции Караган-Узек сошлись рельс 20 вагонов. Один из них был наполнен бензином. Областной суд провел очередной брифинг по значимым событиям судебной системы региона. На станции Караган-Узек сошлись рельс 20 вагонов. Один из них был наполнен бензином, в результате чего произошел взрыв, сообщает пресс-служба Казахстан-Тимиржиле. Пострадавших нет. На месте происшествия побывал наш корреспондент Амина Смакова. Дальше встань, дальше встань. На расстоянии, дальше встань. Как сообщает Нур-КИЗ, в пресс-службе Казахстан-Тимиржилы сообщили, что специально созданная экспертная группа выявила, что причиной схода вагонов с рельс является излом боковой рамы вагона. Подобные рамы изготавливает ПАО Кременчузский сталелитейный завод, который находится в Украине. Эта деталь вагона имеет заводской гарантийный срок эксплуатации. Нанесенный ущерб будет установлен и предъявлен заводу-изготовитель. По факту этого происшествия уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана. По словам очевидцев, после того, как прогремел взрыв, стекла в их домах выбило ударной волной. Многие даже успели снять начало пожара на видео. Я тут пошла за водой, тут стояла, тут дежурный стоял, набирал воду при мне. Я стояла по телефону разговариваю, и тут стоял тоже дежурный по телефону разговариваю. Взрыв раздался, тут клубы дыма были черные, у меня даже по телефону есть видео. Потом тут поворачиваемся, тут взрыв такой. Мы не поняли, что случилось. Пошли туда все вместе, а там, оказывается, вагоны загорелись. Амина Смагова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Рано утром 20 августа в поселке Карагайлы Каркаролинского района во дворе одного из домов был обнаружен труп 30-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. Следственно-оперативной группой Каркаролинского отдела внутренних дел по горячим следам был задержан 49-летний владелец дома, во дворе которого был и найден труп. Мужчина признался, что в то утро в ходе возникшей ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ножевых ранений. Вещественное доказательство изъято. Задержанный во дворе он в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 96 указом РК. Убийство. Проводится расследование. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленные на раскрытие преступления. Областной суд провел очередной брифинг по значимым событиям судебной системы региона, а также по делам общественно-резонансного характера. Представители средств массовой информации получили профессиональную трактовку громких приговоров и узнали о нововведениях в проведении судебных процессов. О том, как прошел брифинг, расскажут наши корреспонденты. На брифинге были растолкованы приговоры по общественно-резонансным уголовным делам, вступившие в законную силу. Уклонение от уплаты налогов, сообщения о готовившихся террористических актах, финансовой махинации, мошенничество – малая часть того, с чем пришлось столкнуться сотрудникам правоохранительных органов в последнее время. В ходе рассмотрения данного дела Мустафин признал свою веру в содеянном. Причиненный ущерб государству возместил в добровольном порядке. Данный ущерб составил в 234 миллиона и 615 тысяч 350 центов. Например, дело печально известного валют-транзитбанка. Подсудимая Е в течение 10 лет работала в системе учреждения, занимая различные руководящие должности. Осужденная совершала преступления в сфере экономической деятельности против интересов банка. Приговором от 31 июля этого года ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Однако, на основании 4-й статьи закона об амнистии в связи с 20-летием государственной независимости Республики Казахстан, подсудимая была освобождена из-под стражи в зале суда. Также участники брифинга узнали, что в целях усовершенствования органов судебной системы на постоянной основе ведется работа по внедрению инновационной информационной технологии для открытости и гласности судебной системы Республики Казахстан. Для заведующих канцеляриями районных и городских судов области канцелярии областного суда был проведен семинар занятий по использованию электронного наблюдательного производства. Все вы понимаете, что сегодня нужно шагать в новую современную меру, поэтому мы тут сообщили сайт электронного наблюдательного производства по соответствующей ссылке. Поэтому можете посещать, посмотреть. Данная работа у нас ведется на постоянной основе. Теперь у нас есть система аудио-видеофиксации в зале судебной заседания. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Они стоят у вокзала у каждого многолюдного места. Агрессивны по отношению к конкурентам. Их машины не проходят специальный техосмотр для перевозки пассажиров. Именно они попали под прицел налогового управления. В Тимиртау прошел рейд по выявлению нелегальных такси. Подробности материали Серегжана Маулитбай. Рейд проходил по двум направлениям такси – пассажирским и грузовым. Сотрудник налогового управления города Тимиртау выезжал на пятаки, где он представлялся как пассажир. После чего бомбил на углу ожидали бригады дорожной полиции, сотрудники управления, которые проверяли наличие регистрации в налоговых органах. Есть ли у водителей кассовые аппараты и уплачен ли налог на их транспорт. Водитель грузового такси Владимир, который попал под прицел рейдеров, управляет машиной по доверенности. В ходе проверки выяснилось, что хозяин автотранспорта имеет регистрацию частного предпринимателя. Однако у него нет кассового аппарата. В данный момент сейчас нарушение, у него отсутствует контрольная кассовая машина по статье 215 Кодекса об административном правонарушении. После проверки первого водителя грузового такси сотрудник вернулся на пятак, но там уже не оказалось ни одного таксиста. Дальше рейдеры направились на так называемое хлебное место пассажирских такси. Водитель такси оказался нелегалом. Он не имел регистрации как частный предприниматель, но занимался перевозкой пассажиров, не оплачивая налогов. В ходе проведенного рейдового мероприятия сейчас выявили физическое лицо, которое занимается частным извозом, без регистрации налоговых органов. Материал сейчас составляется в материалы, и согласно 357 статье КОАП по административной процедуре будет передано в суд материал для возбуждения административных правонарушений. Всего с начала года в ходе рейдов были привлечены к административной ответственности один из водителей пассажирского такси и 27 водителей грузового такси. Серегжан Маулитбай, Улжас Габасов, Асата Айбедулов, Первый Карагандинский. Подготовка к дню шахтера. Чествование горняков, проходившее в кинотеатре Старый Жейляу и организовано городским акиматом, было посвящено именно этому празднику. В зале кинотеатра собрались заслуженные работники горной промышленности и их родственники. Чем развлекали гостей и что запомнилось больше всего, расскажет Амина Смакова. Муратбай Алпыспаев работал на карагандинских шахтах в 50-х и 60-х годах. Сначала мужчина работал простым мастером, а спустя какое-то время его карьера пошла ввысь. После этого бывший работник горной промышленности был замечен в разных производственных сферах. Но свою шахтерскую молодость он не забудет никогда. Я поздравляю всех шахтеров с этим праздником, желаю всех земных благ и долгих лет жизни. Хочу, чтобы с каждым годом наша Караганда, угольная столица нашей страны, только хорошела и в итоге приобрела высший статус среди городов Казахстана. Каждый из сидящих в зале, шахтер или родственник шахтера, все на этом празднике было сделано специально для горнорабочих, что особо радовало гостей. Рымбала Амарбекова, директор кинотеатра Сарыжа-Ляу, поздравила горняков, отметив, что люди этой профессии отличаются силой духа, гордостью и умением ценить настоящую дружбу. Не будь угля, не было бы этого города и не было бы на карте вот такого прекрасного имени, данного нашему краю, Караганда, Карагандинский регион. Также Рымбала Амарбекова отметила, что нет сейчас такого человека, который не знал бы Караганды. И все это благодаря тому, что наш уголь славится на весь мир. Даже вот такая шутливая, что ли, такая фраза, как «Где, где?» в Караганде. Какой фильм не включишь, да, российский? Вспомните. Если кто-то задает, а это где? Любой, ну где, где? В Караганде. Даже благодаря вот этим фильмам неизвестен наш город. Давайте все вместе припев споем. Труд шахтера вложен в развитие Караганды. Праздничная программа состояла из семи любимых песен и танцев. На сцене кинотеатра выступили самодеятельные артисты Караганды, что помогло шахтерам расслабиться и получить заряд бодрости и хорошего настроения. Также в ходе концерта организаторы вспомнили достижения шахтерской столицы и именитых горняков в отдельности. Амина Смакова, Марк Брюшко, Боржан Алипов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. С 1 сентября в силу вступят новые критерии в процессе образования. Об этом и о многом другом говорилось на традиционном августовском совещании с участием Акима города Мирома Смогулова. Подробности в следующем материале. Элина Романовская, учитель начальных классов русского языка и литературы. Проработала в сфере образования более 23 лет. Педагог принимает участие в августовском совещании уже не первый год и считает ее важной составляющей моделирования процессов обучения, как в области, так и во всем Казахстане. Основными направлениями августовского совещания являются направления, обозначенные главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в государственных документах нашей республики. Это прежде всего такие направления, как развитие функциональной грамотности, это качественное преподавание отечественной истории для школьников. В этом году традиционное августовское совещание было посвящено теме качественного образования и воспитания, как приоритеты государственной политики Казахстана. Августовское совещание работников образования проводится каждый год в преддверии нового учебного года. Целью этих встреч является подведение итогов работников образования за прошлый учебный год и постановка задач на новый. Государственная программа развития образования в исполнении Казахстана на 2011-2020 годах является о том, что развитие образования должно стать платформой, на которой будет операция будущая экономическая, политическая, социальная и культурная посетания страны. Качественное обучение должно вызвать наши дети постоянную потребность к информации. Мы немножко опережаем основу о математике, видите, на одном уровне по-русскому и другому. Особое внимание в ходе совещания уделили вопросам дальнейшего повышения качества образования и реализации идей полиязычия в рамках перехода на 12-летнюю модель обучения. Также были рассмотрены критерии развития инклюзивного образования и социализации учащихся через введение в учебно-воспитательный процесс инновационных курсов по краеведению, гражданскому праву и другим. Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех. По словам руководителя отдела образования Дулата Жикибаева, в последние годы в системе образования началась системная модернизация. Ключевые реформы затронули все уровни этой сферы. В частности, свои коррективы в образовательный процесс внес прошедший год. Казахстан уверенно продвигается в мировых рейтингах. Один из признанных рейтингов благополучия стран мира – глобальный индекс конкурентоспособности, или же вкратце можно чуть-чуть говорить, среди составляющих рейтингов показатели начального и высшего образования, профессиональная подготовка, инновации и другие. По рейтингу глобального индекса конкурентоспособности в период с 2012 по 2013 годы Казахстан поднялся на 51 место среди 144 самых благополучных стран мира. По сравнению с 2011 годом этот показатель возрос на 11 пунктов. Мероприятие завершилось награждением организации образования благодарственными письмами Акима города Караганда. Амина Смакова, Марк Брышко, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом мой выпуск подошел к концу. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Очередную бомбу сотворил карагандинский шахтер, который в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА переиграл шотландский грант со счетом 2-0. Галами отметились капитан Горняков Андрей Фенонченко и молодой форвард карагандинского клуба и национальной сборной Казахстана Сергей Хирниченко. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Еще в самом начале, когда чемпиону Казахстана попался Батэ, большинство заранее похоронили шансы Горняков. Но вот карагандинцы уже в плей-офф переиграли Селтик и имеют неплохие шансы на выход в группу. С самого начала матча гости устроили штурм ворот Мокина, но оборона, конечно, не без труда, но справилась с навалом. Затем в одной из атак шахтер заработал аут и баллистический выстрел Вичуса направил кожаный снаряд в штрафную, где самым расторопным оказался капитан Горняков Андрей Фенонченко, который и открыл счет в матче. До перерыва гости пытались обострять игру в атаке, но подгоняемые 30-тысячной армией болельщиков карагандинцы успешно справлялись практически со всем, что предлагал им клуб из Шотландии. Вторая половина игры, как ни странно, началась с атак номинальных хозяев. Команды показывали примерно равный футбол. Затем наступила 77-я минута, которая и установила окончательный счет. В очередной атаке все тот же Вичус преобразил свой удар в голевой пас, на который выпрыгнул Сергей Хирниченко и сделал 2-0. Ожидаемые атаки Селдика были не так остры. Матч завершился уверенной победой карагандинцев. Поздравляем всех болельщиков Казахстана! Уже завтра в плей-офф другого европейского турнира сыграет свой первый матч «Актобе», который померится силами с киевским «Динамо». Первую игру лидеры нынешнего розыгрыша Премьер-лиги проведут дома. Начало встречи запланировано на 21.00 по времени Астаны. Это все спортивные новости среды. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 42 на 649. Всего доброго, до свидания. Аман Сабонзар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин